Главная звезда фестиваля Екатерина Мочилова, известная домристка, которая выступает на ведущих площадках страны, сыграет и в Барнауле. Уже завтра в краевой столице впервые пройдет всероссийский фестиваль «Примадомра Сибирь». Он объединит музыкантов из разных уголков страны. Для Алтая это одно из главных культурных событий года. Я очень люблю выступать в Сибири, в сибирских городах. Вот эта публика, она необыкновенно горячая, она необыкновенно открытая. И всегда эти концерты проходят на каком-то необыкновенном таком градусе и потом запоминаются надолго. Ну и, конечно же, это мои большие друзья – оркестр русских инструментов «Сибирь», с которыми мы уже сыграли много программ в разных городах. Это оркестр, с которым можно делать все, которые готовы на эксперименты. И вот у нас родилась совместно такая идея сделать этот фестиваль здесь, в Сибири. Сибирь – это, конечно, для каждого русского человека, это очень значимое слово. Проект стал возможным благодаря поддержке гранта губернатора Алтайского края. Три дня, три больших ярких концерта. Завтра, 15 ноября, зрители концертного зала «Сибирь» увидят премьеру «Алтайская рапсодия». Спектакль «Исповедь» посвящен 95-летию Василия Шукшина. На сцену выйдут московские артисты, которым не чуждо творчество нашего земляка. Читать мне его нравилось давно уже очень. Потому что я его понимаю, я сам тоже сибирский человек из Тюмени. Как-то, ну, вообще, близок всем, кто на этой земле вырос, родился и по-русски разговаривает. Он, как он сам говорит, он говорит на одном языке с нами. Организаторы уверяют – в программе фестиваля никаких стереотипов насчет домбре. Новое звучание, импровизация, джаз. Издители услышат абсолютно в разных ампуа этот инструмент. И домбра джаз. Представляете, джаз на домбре. Это здорово. Ну, вот, стоит приходить, я вас приглашаю. Это очень интересно. Там будет состав – рояль, барабанная установка, контрабас, джазовый вокал и домбра. И все это очень прекрасно сочетается, и поэтому это очень интересно. Также на фестивале выберут лучших исполнителей на домбре и мандолине. И, кстати, победители ждут внушительные призы, среди которых запись своего альбома на студии звукозаписи в Москве и сольный концерт с оркестром «Сибирь» в следующем сезоне. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.